Добавьте к этому амбиции ЦСКА. Теперь в команде стоит задача выйти в плей-офф. Буквально вчера прочитал в одной из спортивных газет заголовок. По потенциалу ЦСКА может стать пятым. Вот такие лихие авансы раздают журналисты молодой команде. Так что очки команде Виктора Васильевича Тихонова сегодня нужно брать. Впрочем, так же, как и дамовцам. Они на пятой позиции в турнирной таблице, но соперники дышат в затылок. К тому же в последнем матче белоголубые проиграли Магнитогорскому Металлургу. Им нужно реабилитироваться перед болельщиками. На вашем игране составы команд и несколько слов о них. Значит, сначала представим вам команду ЦСКА. Потому что в сегодняшнем матче, несмотря на то, что матч проходит в Ледовом дворце спорта ЦСКА, в общем-то они сегодня гости. Динамовцы сегодня хозяева номинальной этой встречи. Ну, мы, наверное, сейчас скажем о стартовых пятерках. ЦСКА, команда ЦСКА. Я начал игру в таком составе. Нападающий Мутиев, Дроздецкий, Емелеев, защитники Жуик Семин. У Динамовцев игру начинает пятерка Семака, Семак, 29-й Терещенко, 21-й Савченков и защитники Ждан Вышиткевич. Ну, сегодня у ЦСКА потери. На льду сегодня не появится Мазякин. Десятый номер. Достаточно серьезная потеря, как на ваш взгляд? Да, Мазякин игрок основного состава. Много забивал. Мы, кстати, не сказали о вратарях. Ворота Динамо защищает Виталий Еремеев. И ворота ЦСКА Душан Салфицкий. Ну, такая-то сразу прям с места в карьер начали игроки. Так, на хороших скоростях. И не смогли посчитать до пяти. Нарушение численного состава у Динамо. Такая ситуация. Сразу удаление. Численное преимущество сейчас будет у ЦСКА. Две минуты. Прям так вот с самого начала вот такое преимущество получили армейцы. Попытки выяснить что-то с арбитром. Ну, по-моему, все было. Вы видели? Я, честно говоря, не видел, но, по-моему, никто особенно и не возмущается. Овечкин обывает штраф. У армейцев на льду Евгений Ахметов. 35-й номер, 16-й Владимир Горбунов. И 9-й Николай Пронин. В защите Павел Троханов и Андрей Мухачев. У динамовцев обороняется 30-й номер Александр Степанов, 11-й Владимир Воробьев. И в защите Ореховский и Трощинский. Обороняются достаточно активно. Зону не пускают. Сейчас только так приходится входить. Канадский вариант. Но сразу шайбу потеряли. Здорово, как динамовцы обороняются. Так много дорого взглянули. С самого начала сейчас немного было шансов даже зацепиться за шайбу. Уже, между прочим, почти минуту сыграли в меньшинстве динамовцы. И посмотрите, как здорово пока все, да? На ваш взгляд, как леет? Да, армейцы сменили состав. Лещев, Жердев и 37-й номер Аншаков. И в обороне Храмской и, по-моему, Троханов, если я не ошибаюсь. А, Хамецкий. Ну вот сейчас была передача на пятачок. Будет бросок поворотом. Ах, Лещев бросал. Продолжается атака Лещев с шайбой. Он на пятачке. Еще один бросок. Лещев с этой же консистикой. Да, вы знаете, вот это... Как он эту шайбу отбил, вообще непонятно. Аншаков бросал поворотом. И, да, Еремеев сегодня. Здорово. Так, начало такое лихое, да, в сегодняшнем матче. В меньшинстве играет. 22 секунды остается играть. В меньшинстве динамовцам. А сейчас несколько очень неприятных секунд. Они провели на площадке мощные достаточно атаки в ЦСКА. Сейчас два было броска. Просто очень приличных. Там с одной и той же практически дистанцией. Убойные, можно сказать. Составы поменялись. Чигадай, Осипов и Полушин у ЦСКА в защите Бякин-Бурень. Динамовцы... Сейчас еще одно удаление. Все в полномсе... Ах! Да, динамовцы играли в полном составе. Теперь у них будет численное преимущество. Учитывая то, что Бякин, как уверенно, туда поехал, видимо, действительно... Я не знаю, прям без всяких разговоров сразу. Вот теперь мы видели, как пытались реализовать численное преимущество армейцы. Теперь им придется обороняться в течение двух минут. Вот мы видим, какие опасные моменты были у ворот Динамо. Ну, собственно говоря, один такой реальный был момент. Потому что в том моменте, когда я бросал Лещев, он очень близко находился к вратарю. И при грамотной игре вратаря, в общем-то, практически с этой точки забить невозможно. Вошли в зону динамовцев. Позиционная атака, наверное, задерживается в зоне. Динамо владеет шайбой. Не очень хорошие позиции, правда, там. Но все именно Николай подхватил и выбросил шайбу из зоны. Нужно сначала начинать у армейцев смену. Динамовцы свой состав не меняют. Ждан шайбой. До хороших скоростях проходит сегодняшний матч. Буквально идет четвертая минута встречи. Мы видели уже несколько опасных атак, еще не опасных бросков. Сейчас динамовцы, наверное, вот сейчас только расположились в зоне. Семак покатился на пятачок, но дойдет дело до броска. Вот так вот все расположились динамовцы. Семак на пятачке. Ну, пока вот динамовцы разыгрывают, бросков-то нет. Отходы, ну, в такой позиции сложно попасть. Ну, наверное, с тем расчетом, что вратарь отобьет шайбу перед собой. И там боролся Семак на пятачке добавить шайбу. Так, Савченко в пас. Бросок не получился у Трощинского. Да, вот... Еремеев такую передачу под дальнюю синюю отдал. Хорошие скорости какие, да, в сегодняшнем матче? Начало такое, за здравие все. Все очень быстро. Машикевич бросает шайбу в зону. Бабенко борется. Выигрывает борьбу. Партнера не поддержали. Вот все, заканчивается штрафное время. Ох, какой опасный там момент. Такая свалка сейчас. Ну, вот первый такой не сильный. Кулачным боем, наверное, это не назвать. Удаление. Потолкались. Тем не менее удаление. Удаление. По-моему, Бабенко сейчас за грубость две минуты получает. Ну, вот это говорит о том, насколько принципиальный на сегодняшний матч. Сколько удалений. Причем у армейцев практически меньше всех в Суперлиге. Штрафных минут. Команда нарушает правила достаточно редко. Меньше только... У нефтехимика. Ну, вот сбрасывание в средней зоне. У динамовцев Степанов-Воробьев опять в меньшинстве. Видимо, это звено наигрывается при игре в меньшинстве. И Скопинцев-Никулин. У армейцев Семин-Журик. И Муфтиев-Гроздецкий-Емелеев. Вошли в зону. Правда, расположиться им не дали. Динамовцы обороняются сейчас очень здорово. Ну, вот мы видели. Первый раз, когда оборонялись в меньшинстве. И сейчас не дают армейцам подойти к своим воротам. Единственное, это опасный бросок был Лещева с такой убойной позиции. Но действительно, таких вот стопроцентных моментов пока не было. Смотрим, в чем закончится сейчас. Там уже такая не борьба, можно сказать, битого бортика. Но все вот обошлось. Здесь опять начинают спартаковцы. Сейчас сначала надо входить в зону. Гол. Это гол. Емелеев. Просто потрясающий. И вообще, очень такой, я бы сказал, достаточно странный гол. Потому что динамовцы играют в меньшинстве. Соответственно, армейцы, в принципе, должны за счет розыгрыша им. Емелеев пошел сам. И вообще, не свойственной ему манере. И в такой силовой обводке прошел, добил. Если бы это был жерд, и все было понятно. Да, я бы сказал, да, может быть. Вот сейчас нам показывает повтор. Давайте смотреть. Ну, прямо как будто защитников там не было. И добил, главное, ее. Ну, просто такой канадский гол типичный. Отлично. 1-0. Хорошее начало. Еще в шайбой. Брасывать будет зону, наверное. Да, бросил в зону. Сейчас здесь, наверное, будут бороться армейцы. Ну, динамовцы подобрали шайбу. Букарцев владеет шайбой за своими воротами. Трощинский. Седьмая минута матча. Вот такое начало, да, пролетело незаметно. С такой скоростью сейчас развиваются события в первом периоде этой встречи. Не заметили, как пролетело почти 7 минут встречи. И уже 1-0. Впереди ЦСКА. Такое, наверное, неожиданное начало для динамовцев. Так вроде четко они оборонялись. И ошибок особых в обороне не было. И вот одна ошибка. Да, я бы даже не сказал, что ошибка. Тут за счет индивидуального мастерства просто очень здорово Емилеев сыграл. Честно говоря, я от таких вообще голов в его исполнении не видел. Он такой игрок вообще умный, техничный, на что посыловая вводка. Для меня это неожиданность. Армейцы владеют шайбой в своей зоне. Вообще здорово достаточно играет сейчас армейцы. Быстро так, технично. Но вот сейчас опасный момент. Очень опасный момент. Если бы сейчас до Кудашова шайба дошла, вот чуть пораньше, наверное, да, могло бы получиться очень опасным здесь вратак. Ну, вот опять же, ситуация такая же, как была у Лещева. Очень близко он к воротам. И вратарь, в принципе, перекрывает угол обстрела. Кажется, что момент опасный. На самом деле, там с этой позиции очень сложно забросить шайбу. Чуть пораньше передачи вот на Кудашова. Ну, это понятно. Врасный динамовцы выиграли в зоне ЦСКА. Андрей Скопинцев, владелец шайбы, проходит за воротами Салфицкий. Будет делать передачу на пятак. Делает. В Симах на пятаке борется. Нет, Салфицкий шайбу эту забирает. Вот так Салфицкий надежно действует. Кстати, в своем интервью Душин Салфицкий говорил о том, что команда ЦСКА до, если пропускает первую шайбу, то немножко начинает. И он вроде сам нервничает, и игроки нервничают. А вот если не забивают первыми армейца, то уверенность появляется в своих силах. И этот матч, так сказать, ну, если не выигран, то очень большая вероятность того, что уверенно, надежно действует будет как оборонца, так и атака. Ну, давайте посмотрим. Сейчас в этой ситуации забили первыми ЦСКА, посмотрим. То есть резюме такое, все в этой команде от Салфицки. От Салфицки, да. Ну, по его словам, по крайней мере, так сказал в интервью. Как в художественном фильме «Формула любви». Здесь все от меня зависит будет. Ох, какой момент. Да, удаление. Опасная игра высоко поинтки клюшкой. Терещенко там... 26-й, это Журик. Журик наказан двухминутным штрафом. Опять численное преимущество в Динамо. Много удалений. Давайте еще раз посмотрим. А, это уже, судя, руку держит. Уже в удалении было. Но момент очень опасный. Да, там на пятаке борьба-то шла такая. Действительно скучать не приходится. Столько событий. Все быстро, быстро, очень все быстро. Динамовцы даже в своей зоне, посмотрите, как играют. Не останавливаются ни на секунду. Сразу в зону вошли. Сразу попытались там располагнуть. Встали, сейчас посмотрим. Сразу же бросок по воротам. Тут из игроков выбросал шайб, попал у Лещева. Осталась шайба в зоне. Какая там борьба сейчас за воротами. Трощинский там поборолся, нет, на этот раз. Все обошлось. Но бросков, бросков нет. Несмотря на то, что в зоне так расположились, опасных моментов создать не смогли. Ну, по крайней мере, в этой смене. Сейчас смена состава. Давайте посмотрим, чем завершится этот игровой отрезок. Девятая минута матча. ЦСКА ведет 1-0. А в атаке динамовцы они играют в большинстве. Ушиткевич. Сразу же перехватили. О, осталась шайба в зоне. Смотрите, какая ошибка. И вот сейчас может получиться опасный момент. Воробьев показывает, что он готов бросить. Шайба к нему отскочила, он сразу бросил. Выбросили шайбу армейцы. Надо все сначала начинать. Ушиткевич. Опять пошли. И Мухачев, видимо, выбросил. Выбросил. Кстати, Мухачев очень хорошо в последних манчах играет. И я вот смотрю, много времени на льду сейчас проводит. Нет, пока у динамов... Так не все получается. Достаточно четко обороняются. Сейчас армейцы сразу практически шайбу выбрасывают. Даже один раз всего лишь расположились стали в зоне. Динамовцы. Вот сейчас стало. Давайте посмотрим. Ну, бросать-то будем сегодня? Да, вот Воробьев бросил. Неплохая позиция была. Отбил Салфицкий. Гайкин выбрасывает шайбу. Смена составов. А я хочу напомнить вам про наш сегодняшний опрос. Напомнить о том, что сегодня вы, уважаемые поклонники хоккея, можете принять участие в нашей трансляции. И сегодня мы вам задаем вопрос. Так опасная сейчас... Давайте посмотрим, чем завершится эта атака. В опросе чуть позже. Опасный сейчас момент будет у ворот. Динамо один на один. Да, вы знаете, сложно сказать сейчас, как шайба в ворота не попала. Был очень опасный выход. Я думаю, мы увидим повтор этого эпизода. Ворота сдвинуты. Ну, там Аншаков выходил один на один. Тлещев, Аншаков достаточно часто... Они играли очень хорошо. Часто фамилии мы эти сегодня называем. Тлещев пару раз бросил. Сейчас Аншаков. Давайте еще раз посмотрим. Они сегодня не показали, как разыграли. Сам момент броска. Здесь воротарю надо отдать должное. Давайте еще раз. В средней зоне вбрасывания. Ореховские шайбы. Динамоцы начинают очередную атаку. По борту. Овечкин. В равных составах играет команда. Харцов бросил. Такая сложная достаточно ситуация была. У ворот ЦСКА. Пошел. Формеется выбросили шайбы. Проброс сейчас будет. И вбрасывание в зоне ЦСКА. Динамоцы бросают издали. Я хочу напомнить про наш... Пока у нас пауза, про наш опрос. Напоминаю еще раз, что вы можете поучаствовать сегодня в нашей трансляции, в нашем репортаже. Хоккеисты какой из московских команд показывают самую зрелищную, эмоциональную игру? Динамо, ЦСКА, Крыльев Советов или Спартака. Ну, сами понимаете, что эмоциональную игру, естественно, там по очкам лучше всех Динамо. Но, может быть, кому-то импонирует быстрый стиль ЦСКА или Крыльев Советов или Спартака. Так что звоните. Если Динамо, 995-81-14, ЦСКА, 995-81-15, Крыльев Советов, 995-81-16. Если вам нравится игра Спартака, звоните 995-81-17. Я очень прошу вас звонить. Нам важен каждый ваш звонок. У нас здесь обоюдное удаление. Горбунов с Симаком что-то не поделили. И команды будут играть 4 на 4. Я бы хотел сказать, что вот... Мы судья представили? Мы, по-моему, судья не представили, да? Сегодня главный судья сегодняшнего матча Сергей Семенов. И ему помогают лайцманы Сергей Шелянин и Константин Оленин. Я бы хотел сказать, что вот Семенов очень так хорошо начал первый период. Практически ничего не пропускает. И дает понять, что сегодня любые нарушения будут наказываться. Ну, в таком принципиальном матче, в общем... В принципе, это такая современная методика судейства. В первом периоде сразу удаляется все. Во втором и третьем предполагается, что игроки уже нарушать не будут. Если они видят, что... Поймут. Да, должны понять. Если, так сказать, они следят за тем, что происходит на льду. Динамо сбрасывание в зоне ЦСКА сейчас остались. Динамо сбрасывание выиграли. И сразу бросок по воротам Скопинцев бросил. Много бросков. Динамо сразу не мудростая лука. Шайбу получили, сразу бросили. Да, бросков много. Не сказать, правда, что очень опасно. Потому что сейчас Скопинцев бросал, никого не было перед воротами. Никто не загораживал обзор вратарю. Но, тем не менее, в основном игра проходит сейчас, по крайней мере, вот последнюю где-то минуту, да, на половине поля ЦСКА. Вот сейчас только армейцы выбрасывание выиграли. Идут вперед. Давайте посмотрим, чем эта атака завершится. Нет, шайбу потеряли. Зону бросили, сразу шайбу потеряли. И теперь динамовцы. Очень много передач. И почему-то они все в средней зоне. Вот и потери шайбы. Семин шайбы. Жорик. Он пойдет красную линию бросить. Ну, так и есть. Кто там бороться будет? Опять потеря в борьбу. Дроздецкий. Сразу двое выскочили на Дроздецкого. Шайба в итоге из зоны. Такая позиционная борьба идет. И в основном в середине площадки. Какое-то затишье наступило. Но это ненадолго. Вот сейчас это затишье вполне могло закончиться. Если бы там Емелеев шайбу отобрал. И вполне мог получиться выход один на один. Вот такие передачи этим и чреваты. Вот как раз то, о чем я говорил. Дроздецкий шайбу перехватил. Но вот ему никто не помог из партнеров. И он так издали бросил. Ну, бросок был не опасный. Но, тем не менее, вот такие ошибочки. Тревожный звонок, как в ваш взгляд? Ну, я скажу, что Емелеев, я смотрю, сегодня с очень хорошим настроением. И как-то гол забил хороший. И борется. Я думаю, динамовцам нужно учесть этот момент. Вот уже несколько перехватов было. Много передач. Вот сейчас проброс, пока пауза в игре. Я бы хотел остановиться на одном моменте. У динамовцев сегодня запасной вратарь. Алексей Волков. По-моему, первую игру он заявлен, если я, конечно, не ошибаюсь. Может быть, он в Монтогорске играл, я не знаю. Вернулся из Северной Америки. В том году защищал ворота Салавата Юлаева. У динамовцев Ольдар Мухаммедов. Тут никаких изменений нет. У армейцев, прошу прощения. Вот динамовцы в зоне ЦСКАНГ скопинцев бросают. Скопинцев очень много бросает. Как-то шайба до ворот не доходит. Все время застревает где-то в ногах. Там защитники стеной. Положаться под шайбу коньками там закрывают, как только возможно. Степанов. В средней зоне сейчас много борьбы достаточно. Нельзя сказать, что у кого-то у той или другой команды преимущество не видно, да? Леонид, как на вас? Да, сложно, потому что в средней зоне в основном все проходит. Но вот армейцы шайбу забросили и как бы предлагают динамовцам раскрыться. Но если они ушли в оборону, то рановато первый период еще. Воробьев бросает. Опять левого плана. Воробьев подферен сегодня, да. Вот у меня такое впечатление, что армейцы пытаются поймать динамовцев на контратаке. Потому что несколько раз им это уже практически удавалось. Аншаков убегал один на один. Емелеев чуть не перехватил шайбу. Ну, смотрю, динамовцы тоже не очень активные. Откатываются назад. В средней зоне предпочитают встречать армейцев. Ну, стабильная, опытная команда. Играет очень здорово, свои очки всегда берет. И пока они наверняка почувствовали, игроки да и тренеры, что пытаются поймать на контратаке их армейцы. И вот так. На рожон, что называется, не лезут. Вот он опыт. Гурень бросал от синей линии. Ремейф легко эту шайбу поймал. Смена. Я еще раз напоминаю про наш опрос. Уважаемые поклонники хоккея, сегодня вы можете принять участие в нашей трансляции. Хоккеисты какой из московских команд показывают самую зрелищную и эмоциональную игру? Таков сегодня наш вопрос. Если вы считаете, что это динамовцы, набирайте 995-8114. Если считаете, что ЦСКА, 995-8115. А если уверены, что зрелую, эмоциональную, зрелищную игру показывает клуб Крылья Советов, 995-8116. И поклонников игры «Спартака» я прошу набирать 995-8117. А у нас выбрасывание в зоне ЦСКА. Динамовцы выбрасывание выиграли. Ох, какой сейчас момент опасный. Сложно сказать, как сейчас шайба в ворота не попала. Савченко смог вполне шайбу в ворота добить. Да, момент был хороший. Ну, защитники очень внимательно сыграли на пятачке перед воротами. Не дали возможности Савченко пробить. Вот опять армейцы шайбу перехватили. В средней зоне достаточно много борьбы. Сразу пытаются войти сейчас армейцы. Нет, на этот раз. Динамо достаточно четко действует. Так как слаженный такой хороший механизм. Это гонька, наверное, побольше в армейцах. На динамовцах четко, надежно. С чувством, с толком, с расстановкой, что называется. Ворота мы бы страсают. Да, вот правда. Правда, один, там угол острый. К разговору о том, что пытаются поймать на контратаке, вот опять была возможность у армейцев. Армейцы даже в зону не идут. Динамовцы встречают в средней зоне. Кулин, Райзин. Райзин не принял шайбу. Так, мультиф. В зону вошли в игры. В средней зоне вбрасывание, вне игры. Составы остаются прежние. И 15 минут. Идет 16 минуты первого периода. 1-0, напомним. Армейцы выигрывают. Да, динамовцам в любом случае надо отыгрываться. Но пока армейцы действуют очень четко. По крайней мере, вот так на контратаке сегодня они играют, на ваш взгляд. Получается, да, игра сегодня у этой команды? Ну, пока вот счет меняться не будет, они будут играть именно так. Дальше посмотрим, что у них там в голове. А сейчас Кудашов за своими воротами. Дроздевский попытался его догнать. Как присередуют армейцы. Там Дроздевский шаг пытался отнимать уже у Кудашова аж за воротами. Не получилось. Сейчас много остановок в конце первого периода. Немножко не такие скорости, как в самом начале. Но напряжение чувствуется. Какое напряжение сейчас? Динамовцам надо отыгрываться. Армейцы хотят забросить еще вперед. Идут большими силами. А динамовцы много бросают издали. Посмотрим, чья тактику принесет. Кому принесет успех такая тактика. Отобрали. Степанов шайбу не смог принять. И армейцы. Шакхов там поборолся. Жердев попытался ему помочь. Но осталось шайбу ЦСКА. Динамовцы такой, если не считать вот этого, можно сказать, достаточно неожиданного. Неожиданного гола в первом периоде, в самом начале, то пока действует динамов без ошибок практически. Позиционная такая борьба идет. И такое впечатление, что вот здесь, в такой ситуации, надо уметь терпеть. Вот не раскрываться, не убегать никуда. Я имею в виду армейцев. А динамовцам надо попытаться взломать оборону ЦСКА. Иначе, Владимир, в аналогии с футбольным матчем за первое место проводили. У нас будет такая же ситуация остаться. Один доль. Ну, я, конечно, думаю, будут еще голы. Ну, клуб динамовцы все-таки класс есть класс. Такие игроки на площадке. Уж, по крайней мере, все сделают для того, чтобы сравнять счет и, конечно же, выиграть. Давайте посмотрим. Пока не получается, но впереди еще очень много времени. Первый период идет всего лишь только 17-ая минута. Время еще есть. Вот сейчас подтверждение Мориснов. По-моему, Степанов мог этот прострел замкнуть. Мирнов был, прошу прощения, этот прострел замкнуть. Такое впечатление, что сегодня процентов, наверное, 50 времени команды проводят в средней зоне. Ну, вот сейчас смена. Я вот так предполагаю, чтобы немножко развеселить народ, нужно кому-то забить обязательно. Чтобы что-то изменилось. Ну, по крайней мере, у армии целой было парочка моментов. Вот сейчас, может быть. Хорошая передача на Симака. Но Симак не принял этот пас. Динамовцы вошли в зону ЦСКА. Динамовцы сейчас пытаются атаковать. Завелись, что называется, по-хорошему. Там за воротами такая борьба идет сейчас. Вот опасный момент. Кто-нибудь добьет шайбу в ворота? Там на пятаке такая борьба шла. Там трое на трое практически. Никулин Савченко в пас должен быть, Терещенко. Да. Я попытался сейчас. Сам сыграть. Шайба из зоны вышла опять. Но, тем не менее, осталось у динамовцев. Симак взял передачу. В зону вошли. Там Терещенко шайбу подхватил. Симак у бортика. Динамовцев шайба, по всей вероятности, останется. Так оно и есть. Нет, не дают подходить. Тут армейцы перехватили. Не дают подходить близко к воротам. Встречают очень жестко и сразу пытаются контратаковать. Не игры. Муфтиев передержал. Поторопился, поторопился немножко, Аншаков. А я еще раз вам напоминаю, уважаемые поклонники спорта, о том, что сегодня мы проводим опрос в прямом эфире. Звоните нам, пожалуйста, и отвечайте на вопрос, хоккеисты какой из московских команд показывают самую зрелищную эмоциональную игру. Динамо, ЦСКА, Крылья Советов или Спартака. Звоните нам, если Динамо 995-8114, ЦСКА 995-81115, Крылья Советов 995-81116 и Спартака 995-81117. А у нас в атаке сейчас армейцы. Давайте посмотрим, чем она завершится. Заканчивается первый период. Лещев вошел в зону. Джерни шайбу сейчас принял. Пошла последняя минута первого периода в атаке ЦСКА, но будет передача на пятачок. Пятачок, наверное, не будет, там никого армейцы нет. Аншаков там подкатился, уже показывает клюшкой, ну дайте же мне шайбу в конце концов, готов я бросить. Опа, еще один перехват. Перехвата сегодня. А все равно может плохо кончиться для 12 такие передачи. Там разина так припечатала Аншаков, бортику жестко достаточно. Остается, тем не менее, шайба в зоне только сейчас, наверное. Кудашов шайбу так взял, спокойно, дает возможность успокоиться. Жердев один, наверное, с тремя попытался побороться. Смотрите, как прессингует. Да, тем более, что период заканчивается, остается уже секунды. Проброс будет, нет? Да. У армейцев есть возможность, если они выиграют сбрасывание в зоне динамоксов, у них есть возможность, по крайней мере, сделать бросок поворотом. 12 секунд. Наверное, сейчас в конце первого периода все-таки можно говорить о каком-то маленьком, крохотном, наверное, преимуществе ЦСКА или еще ран. Потому что в атаке-то больше времени проходит. Крохотном 1-0. Выиграли вбрасывание, Троханов бросал, да. Самоотверженно тот из динамоксов сыграл. Все, последние секунды издали, там был бросок. Ну, естественно, салфийский шайбу забрал. Две секунды остаются, но, наверное, теперь уже точно не хватит времени на бросок, если только сразу. Две секунды в моей практике были заброшены шайбы, когда вбрасывание было за две секунды. Но это, конечно, очень редко. Редко такое бывает. Посмотрим. Надо... Ну, сегодня сейчас тут я точно не заберу, потому что стоит на вбрасывании игрок с правым хватом и выигрывает под себя. Не менее до броска-то поворотом дело дошло. Там Скопинцев бросил, опять по левому флангу был бросок с этого эпизода. А мы смотрим, как сегодня был заброшен. Заброшена первая шайба в сегодняшней встрече. И пока единственная. Пока единственная, да. Емелеев сам прошел. Все сделал сам. От синей линии ворвался в зону, прошел, бросил поворотом, сыграл очень здорово. Но надо сказать, что было достаточно много удалений еще в первом периоде. И я хочу еще раз напомнить вам, уважаемые поклонники спорта, о том, что мы проводим сегодня опрос. Вопрос наш звучит так. Хоккеисты какой из московских команд показывают самую зрелищную, эмоциональную игру? Вот такой несколько эмоциональный вопрос. Кому-то нравится больше Динамо, кому-то ЦСКА. Есть люди, которые больше нравятся Крылья Советов. Ну и, конечно, поклонников у Спартака более чем достаточно. Так вот, если вам больше всего нравится игра Динамо, если она кажется вам наиболее зрелищной, эмоциональной, тогда набирайте 995-81-14. Ну, поклонники ЦСКА, которых очень много в нашей стране, для них телефон 995-81-15. Те, кто уверен, что самая зрелищная, эмоциональная игра у Крылья Советов, телефон 995-81-16. Ну и у Спартака 995-81-17. Звоните. Через несколько секунд начнется второй период матча ЦСКА Динамо. После первого периода ЦСКА впереди 1-0. Достаточно была упорная борьба в первые 20 минутки. И я думаю, что сейчас все только начинается. Слишком маленькое преимущество сейчас у армейцев. И динамовцы, конечно, не согласны. Мы видели, как они заканчивали первые 20 минутки, большими силами шли вперед. Да, я смотрю, у армейцев, по-моему, небольшая перестановка, да? Нападающие Осипов, Емелеев и Траздецкий. Немножко в другом сочетании они начинали игру. Чувствуется рука Зинатона Хайдар еще. Нет, это ЦСКА поменял. А вот, прошу, Виктор. Кстати, вот Виктор Васильевич достаточно редко меняет, я ошибся, да, у ЦСКА. Небольшое изменение. Но сейчас в атаке динамовцы попытались в зону войти. Жули. Опять средний... Нет, вот сейчас, наверное. Вот сейчас рассмотрел, какой на пятак. Была какая-то передача, да, сейчас на Савченкова. Вполне с Савченкова. Как-то забыли его. Ну, Савченков... Савченков-то с пятака точно мог забросить, если Пшайба до него дошла. Чуть пораньше, наверное. Смена составов. Не такие высокие скорости на первых секундах. Много остановок. Но, по крайней мере, все корректно. Ну, еще не успели. Тридцать на секунду. Сейчас все будет. Подождите. Ну, давайте посмотрим. Вроде арбитр сегодняшнего матча так удалил. Там Семенов удалил всех, кого только можно. Предупредил. Должны были понять, по идее. Ну, да. Посмотрим, как хоккеисты будут себя вести сейчас. Ну, слишком... Слишком, наверное, велика цена сегодняшнего матча. Армейцам нужно побеждать. Говорят о том, что теперь задача в команде стоит попасть в плей-офф. Ну, так серьезно достаточно замахнулись. Ну, у Динамовцев-то никуда из восьмерки, так сказать, не денутся. Совершенно очевидно. Команда играет очень стабильно. Команда играет здорово. Сейчас пока проигрывают, но... Что касается армейцев, я бы сказал, дело даже не связано с плей-офф. Они вообще с самого начала чемпионата играют только на победу. И... Хороший момент сейчас был... Динамовцы перехватили шайбу. Независимо от того, какое место они занимают в турнирной таблице, всегда борются до конца. Независимо от соперников. Сильный клуб, слабый. Так что, я думаю, задача выигрывать в каждом матче у них стояла с самого начала сезона. Другое дело, в начале сезона, может быть, не так сыграны были игроки. Странно так ли еще, легко дают войти в зону. С острого гола бросок. Еремеев сегодня, я хочу сказать, очень уверенно играет. И вот, если вернуться к голу, который Емелеев, вот эту шайбу, которую забросил, вы знаете, я думаю, что динамовцы просто не ожидали такого от Емелеева. Если на его месте был Пронин, предположим, от Пронина можно ждать силовой обводки. Жерт. Нет, я имею в виду Пронин именно, потому что силовая обводка, как раз вот Николай, у него это удачный элемент проходит. Емелеев никогда не славился такой силовой обводкой, он больше такой тонкий игрок. Забросил шайбу в несвойственной ему манере. 1-0. За исключением этого момента Еремеев практически не ошибался. Я бы не сказал, что он и в этом моменте ошибся. И один раз просто потрясающую шайбу вытащил после броска Шакова в первом периоде. Сейчас тоже очень опасный момент был. Это Горбунов из... Не Горбунов, 36 номер. Гурень, а по 33, что... Чагадаев бросал. Чагадаев исправлял шайбу, да, зачетник бросал, Чагадаев исправлял направление. Гурень бросил издали, Чагадаев пытался поправить. Борьбы много сегодня так вдоль вортов. Там такая-таки битва идёт. Шайба вышла наконец-то из зоны Динамо. Много атакует, как сейчас армейцы Гурень шайбы и начнет атаку. Но теперь Динамовцы уже начали прессинговать. Мразин попытался отобрать шайбу. Нет, не получится сейчас выхода. Два в два. Один на один. Оп, это булит. Это булит. Давайте посмотрим, какое решение. Конечно. А какие тут могут быть решения? Это булит. Здесь никаких решений быть не может. Так оно и есть. Ну вот. Алексей Кудашёв выходил один на один. И штрафной бросок. Да, я вам хочу сказать, вот на месте судьи такие штрафные броски приятно назначать. Но я могу... Абякин хочет сесть на скамейку, чтобы никого его туда не пускают. Посмотрите. Ну, душил Салфицкий один. Смотрите ещё раз повтор. Хороший булит. Такие всю жизнь бы назначать. Никто не спорит. Тридцать третий номер Симак. Один булит он уже забросил. Я могу сказать, что Салфицкий один булит уже отразил. Да? Один-один, значит. Значит, один-один. Посмотрим, как сейчас закончится эта дуэль. Симак. Ну, опытнейший Симак. Давайте затаим дыхание. Чётко совершенно. Никаких шансов не оставил вратарю Симак. Смотрите, такое ощущение, что был уверен прям в первых секунд. До такой степени уверенно к воротам, что, мне кажется, Салфицкий даже как-то растерялся. Так спокойно. Раз, всё, гол. Да, великолепно Симак, конечно, исполнил. Ну, опытный мастер. Ничего не скажешь. Ещё раз смотрим повтор. Смотрите. Без разговоров с неудобным. Вы знаете, под неудобную руку-то многие убирают при исполнении штрафных. Снова броска. Но чтобы попасть под перекладину, это, я вам скажу, не так просто. Потому что, вы видели, и щиток уже вратарь положил. Если бы низом бы эта шайба, конечно, не прошла. Великолепно Симак сыграл. Надо отдать должное. 1-1. 1-1. Третья минута завершается. И вот так события развиваются. Немножко по той, если в первом, в начале первого периода счёт отбили армейцев, в начале второго Динамовцы сравняли. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Я ещё раз хочу напомнить вам про наш опрос. Хоккеисты какой из московских команд показывают самую зрелищную, эмоциональную игру? Именно так сегодня звучит наш вопрос к вам. Звоните, пожалуйста, Динамовцы, если вы считаете, что Динамо, 995-8114, ЦСКА 995-81115, Крылья Советов 995-81116 и Спартака 995-81117. Счёт 1-1. Интересно, изменится ли как-то тактика армейцев в этой связи. Потому что при счёте 1-0 там всё понятно было. Они играли от обороны и пытались поймать соперника на контратаке. Сейчас 1-1. Несколько раз им это удавалось сделать. Удавалось сделать, но непонятно, почему Кудашов 1-1 выскочил, когда ценой такого нарушения армейцы предотвратили опасность. Идеи армейцы играют от обороны и не должны были позволять соперникам выходы 1-1. Много молодых в команде увлеклись атакой. Вот я говорил о том, что нужно терпеть в этой ситуации. Не каждый может терпеть и строго играть в обороне весь матч. Они терпели достаточно долго. Долго, да. Потом целый период терпели. Целый период. И, видимо, сил уже не хватило. В атаку пошли, увеличить решили разрыв счёте. Ну, это понятно. Но сейчас 1-1, ничья, четвёртая минута и выбрасывание. Если в самом конце первой 20 минутки небольшое преимущество всё-таки было у ЦСКА, всё, сейчас опять игра на равных. Динамовцы атакуют уверенно. Ну, могу сказать, булит, конечно, ещё раз вспомнить. Александр Семак забросил просто блестяще. Сейчас проходят другие встречи в Суперлиге. Завершился к этому моменту один матч. Давайте сейчас посмотрим, чем завершится атака. Нет, в игру не вступил Салфицкий. Итак, завершился один матч. Авангард выиграл у Нефтехимика со счётом 5-0. Вот такая вот информация. У нас сейчас основные матчи продолжаются. Мы будем информировать вас о том, как они развиваются по ходу нашего матча. У нас пока 1-1, ничья ЦСКА-Динамо. Но впереди много времени. Только пятая минута началась в второй 10-минутке. И вбрасывание у ворот Душина-Слафицкий в зоне ЦСКА. Ну, у нас есть уже информация, что СКА выигрывает 2-1 у Крыльев. И Салават Юлаев выигрывает пока у Митчила, да? Да, там ещё матчи продолжаются. А, Салават Юлаев проигрывает 1-2, нас поправляют. Но матчи ещё не закончились, как и у нас, впрочем. Жердев в углу площадки, передача Аншакова. И вот сейчас армейцы поехали вперёд. Ну, так 3 на 3 практически. Опять дают входить в зону, так вот не первый раз. Мы уже видим, как... Ну, 3 на 3, чего не войти. А ещё раз напоминаю про наш опрос. Хоккеисты какой из московских команд показывают самую зрелищную эмоциональную игру сегодня? Так звучит наш вопрос. Динамо, ЦСКА, Крылья Советов или Спартака? Звоните, пожалуйста, на сбрасывание у ворот в зоне Динамо. Давайте сейчас посмотрим. Нет, Динамо с сбрасыванием выиграли. Но так достаточно спокойно действует. Немножко начали горячиться армейцы сейчас. Оп, шайбу перехватили. Не могут выбросить из зоны. Осталась шайба у ЦСКА. Давайте посмотрим, чем закончится эпизод. Там Махметов. Нет, ну вот на этот раз всё. Динамо с шайбой перехватили. Вперёд, вперёд и вперёд. Вот смотрите, как здорово. Кудашов сам прошёл. Поднял голову, посмотрел. Там с Разиным они так переглянулись. И в итоге Кудашов шайбу потерял. Сейчас свисток был вне игры. В раз или средней зоне будет. Ближе к воротам Динамо. Смена составов. Осторожней, что это те и другие при таком счёте. Один один, как на ваш взгляд. Сейчас Лидинамо поверяет. Ну, это как бы продиктованная ситуация. Ничего удивительного нет в том, что они осторожней. Зрителям, конечно, хотелось бы побольше шайб посмотреть. Но тренерам, наверное, как говорят... Три очка записать. Да, специалисты самые красивые в этой игре. Это результат на табло. Так что на табло пока один-один. Ну, при абсолютно равной игре, надо сказать, что отражает счёт ситуацию на площадке. Абсолютно равная игра. Ни у кого нет преимущества. Да, сейчас мог получиться в такой опасный момент. Савченков там делал передачу на Старостенко, но... Опять забыли, там Савченкова на пятаке. Да, про Савченкова часто достаточно забывают. А зря. Он, между прочим, самый забивной в Динамо. Гол. Нет? Нет. Вы знаете, как шайбу не попала сейчас в оборота? Потому что Алфинский-то её уже точно не видел. Не сказали гол и... Был абсолютно точно. Я думал, заползёт. Не заползла. И она как-то так траекторию в самый последний момент изменила. И к штанге, и к штанге ближе. Да. Так оживились с Динамовцем. Что-то... Как-то армейцы не очень активно сейчас играют. Я не думаю, что они решили, что одной шайбы хватит. Оп, хороший момент. Ах, какой момент! Да. Емилеев опять, да? Емилеев. Вот как-то сейчас не попала шайба в оборота, я просто не понимаю. Да, только что, смотрите, как два каких эпизода. Что здесь, что здесь. Повтор на ваших экранах в Динамовской атаке. Семак бросает и... И вон она шайба, видите? В правом нижнем углу покатилась. А это уже армейцы. Достойный ответ. Счет 1-1. И по моментам во втором периоде, я бы сказал, тоже 1-1. Да, уж такие моменты были. Ну, не считая буллиты, конечно. Ну, практически, там, Кудашов и был буллит, если бы его не свалили. Другой вопрос. Не Семак выходил? Всполнение Семака, конечно, до сих пор я под впечатлением. Да, хорошо, конечно, забыл. Суто шайбу. У нас в матче ЦСКА Динамо. Счет ничейный. 1-1. Пошла восьмая минута второго периода. И, надо сказать, оживилась сейчас достаточно игра. Было два очень опасных момента. Тормейцы. Нет, ошибка в передаче. Уже шайба у Динамо. Динамовцы вошли в зону. Сразу там Воробьев убежал. Нет, на этот раз опять отобрали шайбу. Махачев. Ну, не проходят такие передачи. На Продина пытался сыграть вдоль горчика. Не проходят такие передачи. Может быть, устали они? Смену решили сделать? Ну, еще рано. Поменялись. Да, смена составов. Уставать еще рано. И той, и другой команде. Восьмая минута идет только второго периода. И основное все еще впереди. Еще третья двадцатиминутка. Еще бросок поворотом издали. Много бросали Динамоцы в первом периоде. Сейчас опять броски издали. Мирнов прострел сделал очень опасный. Там Карцев боролся на пятачке. Все в порядке здесь в этой ситуации? Ну, раз не было удаления, значит, в порядке. Все в порядке. Победку бросил издали. На этот раз салфинский шайбу забрал в ловушку. Опять смена составов. Это очень часто смена, да, сейчас проходит? Часто, да. Видимо, тренеры пытаются поддерживать высокий темп. Один-один. Счет ничейный. Все может измениться. В любую секунду, а он что, выиграет на этот раз разин выбрасывание. Может, в момент получится опасный. Разин выбрасывание выиграл. Удаление. Удаление будет, да, совершенно точно. Удаление. Тарасинского зацепили. Ахметов поедет отдыхать. Ну, вот сейчас есть возможность у ЦСКА реализовать численные преимущества. Давайте посмотрим, в каких составах. Нет, я думаю, у Динамо возможно. У Динамо, да, конечно, поедет отдыхать. Да, все, Динамо в ЦСКА будут играть. У Динамо будет на одного игрока больше. Каждый выбрасывание, к тому же, в зоне ЦСКА. Кудашов подъехал на выбрасывание. Там сзади разин. Нет, в выбрасывание армейцы выиграли. И сразу так подальше от своих ворот. Травму, по-моему, получил кто-то из Динамовцев на выбрасывании. Это Старостенко, если я не ошибаюсь. 38-й номер. Дмитрий Старостенко лежит на площадке. Ага, вообще ему вот как-то не везет. У него очень много травм. Мы будем надеяться, что все обойдется. Под аплодисменты динамовских болельщиков сам встал. Мы будем надеяться, что, может быть, даже обойдется все без серьезной травмы. Потому что сел на лавочку. Вроде так вот отсюда. Оказывает ему сейчас помощь. Оказывает ему помощь, да. Валерий Коммун, врач Динамо. Динамовцы играют в большинстве. Выигрывали выбрасывание в своей зоне. И сразу пока вот уже 20 секунд сыграно, пока ничего. Шайба в зону. Вот теперь, смотрите, есть возможность расположиться сейчас. Ну, до броска по воротам-то дело дойдет. Там Разин поехал на пятак, уехал за ворота. Но сейчас так не спешат, чувствуясь толком с ростовов, так уверенно действует. Вы знаете, сейчас динамовцы, как Симак. Только я хотел сказать, так же уверенно, как Симак, когда он исполнял булит. И вот, пожалуйста, будьте любезны, счет 2-1. Пудашов забросил шайбу. Здорово забросил, но сейчас нам, видимо, дадут повтор. Такую передачу может сделать, я вам хочу сказать, только Разин. Такую передачу, чтобы все поверили и уехали в другую сторону. Смотрите, уходит за ворота с неудобной, не глядя. Прямо точно на крюк. Да, и тут же, да. Еще раз давайте посмотрим. Причем, обратили внимание, смотрел в одну сторону. Салфийский даже начал туда, он был уверен, что шайба-то у Кудашова. Смотрите. Да. Смотрите, сколько времени он был уверен. Он был уверен, что шайба уразина, да. Уразина, в смысле, да. А Кудашов как раз получил шайбу и бросил. Вы знаете, я хочу сказать, вот, в свете того, что у нас сегодня интерактив, и спрашивают болельщиков их мнение относительно эмоциональной игры, мне кажется, что в сегодняшней игре армейцы своему эмоциональному стилю изменили. Играли слишком прагматично. Причем, до того, как они забросили шайбу, они играли достаточно эмоционально. Горбунов бросал, ну, несложный бросок. Ну, еще раз стоит напомнить про наш опрос. Хоккеисты какой из московских команд показывают самую зрелищную и эмоциональную игру? Динамо, ЦСКА, крылья Советов или Спартакана. Вот у нас Динамо и ЦСКА сейчас. Болельщики Динамо и болельщики ЦСКА идут вровень. А на ваш взгляд, Леонид, вам какая команда из московских нравится больше? Ну, конечно, я говорю о и зрелищности, и эмоциональности. Что касается эмоциональности, вот так. 38 номер. Да, Хамитский. Вадим Хамитский бросил издали и сравнял счет. 2-2. Только мы заговорили про эмоции, бросок издали. 2-2. Вот так вот развиваются события, причем не очень высокие скорости. Динамовцы вроде так уверенно забросили шайбу, и мне показалось, что сейчас их преимущество вроде как должно стать очевидным. Ну, вот, оп. Ну, вот, возвращаясь к этому вопросу, для меня до этого матча было совершенно очевидно, что самый эмоциональный хоккей из московских клубов показывают армейцы. Ну, это, естественно, состав молодой, игроки амбициозные. Но вот сегодня как-то они не в своей манере играют. Посмотрим, что будет дальше. 2-2. Как-то не очень логично выглядел этот гол. Но, тем не менее, 2-2. Да, 2-2 и все впереди. Десятая минута второго периода завершается. Очень быстро армейцы отыгрались в психологическом плане. Это дает дополнительные силы, придает, должно придать, наверное, армейцам. И для динамовцев это не очень, наверное, хорошо. Ну, посмотрим. 2-2 счет. Динамовцы команды очень мастеровиты. Сейчас еще один бросок. Да, вот как раз игра динамовцев не очень зависит от эмоций, наверное. И поэтому, возможно, я так думаю, что эта шайба не очень любит их из колеи. Да уж, что если будет очень много опытных игроков в этой команде, которые в разных ситуациях могут действовать надежно, даже проигрывая, тем более при равном счете, и с такими мастеровитыми игроками, как в Динамо, армейцам, со своей эмоциональностью, если, конечно, она порвется в конце второго периода, будет очень непросто. Да, и как подтверждение этих слов, надо сказать, что результат сегодня пока делают опытные игроки в составе Динамо. Это Кудашов, это Семак. И Разин передачу сделал. Опять же, Кудашов выходил один на один, когда его сбили, назначили штрафной бросок. Нам подсказывают, что Лада сейчас проигрывает Магнитогорску 0-2. В Тольятти проходит этот матч. А у нас впереди, у нас ничья 2-2, и очередную атаку сейчас начинают армейцы. Нет, до броска поворотом дело не дошло. А нам Семин передачу делал очень неплохую. Вот опять много борьбы сейчас в средней зоне. Вошли армейцы в зону. Много-много борьбы у бортиков. Ну, такой принципиальный матч. 12-я минута пошла. Ничего себе! Костиков закрутил всех. И своих, и чужих, по-моему. Ой, ну вот это, по-моему, журик. Ну, журик достаточно много удаляется. Больше всех он удаляется в составе ЦСКА. Хотя, в общем, в команде с этим все в порядке. Ну, он же недавно в ЦСКА. Поэтому он сейчас им статистику подпортит немножко. Это да, это совершенно интересно. По удалению. Ну, кстати, если говорить о журике, вот интересный момент. Играл человек в Спартаке. И вроде бы, видимо, руководство посчитало, что его игра не соответствует требованиям. И он перешел в ЦСКА. Вроде бы, Спартак ниже в турнирной таблице. А ЦСКА выше. В ЦСКА он регулярно в основном составит к разговору о том, что очень важно найти свою команду. Вот сейчас может получиться опасным моментом. Кудашов с шайбой. Вроде вдвоем на него выпитались. Наконец-то встали в зоне динамовцы. Вот здесь надо за Разиным смотреть. Можно всех бросить и смотреть за Разиным. Потому что через него все происходит. Да уж, чего, чувак, передача. Забросить-то можно кто угодно, но... После передачи Рази действительно забросить может кто угодно. Да, но отдавать будет, видимо, Разин. Здорово, когда есть такой игрок в команде Динамо. Динамовцы, конечно, в этом плане повезло очень здорово. Такие передачи, вы знаете, особенно вот эта, после которой была заброшена вторая шайба. Просто здорово. Вот Разин опять с шайбой. Давайте посмотрим на этот раз, что он сделает. Передачу опять какую сделал, да, потрясающе? Да, вроде бы и момента нет. Да и защитники все видели. Все все видели. Но Разин, тем не менее, делает точную передачу прямо на пятак. Вот интересное звено. Это Разин Кудашов-Сторостенко. Мы знаем, что у Сторостенко у него были травмы. Он не попадал в основной состав. И вот сейчас очень удачно Дмитрий играет. И я так думаю, что если людям доверили разыгрывать большинство, это значит сильнейшие игроки на данный момент. Издали был бросок. Еще один. Что-то совсем армейцы растерялись. Да, просто заперли в зоне. И Динамовцы очень хорошо играют. Ой-ой-ой. Просто чудо сейчас спасло армейцев. Да, уж что же армейцы сейчас... Два таких момента. Причем оба момента у Сторостенко были. О, интересно. Ну вот, тут уже нам начался кулачный бой, но вовремя подъехали. Арбитры тут же развели бойцы. Ну, Пачев так активен. Странно, я так что-то раньше и не видел, чтобы он дрался. С Кудашовым сцепились. А, сейчас уже, я думаю... Вот, Алексей Кудашов, мне кажется, был неправ в том плане, что он сбросил перчатки. И, видимо, он сейчас пойдет на 10 минут. Ну, конечно. Я думаю, что это вот... Нездержанность такая для такого мастера не оправдана. Потому что в сегодняшней игре Кудашов очень хорошо выглядит. И вообще он очень стабилен. И, я думаю, для динамовцев это потеря. Как минимум 12 минут не будет Кудашова на площадке. Да, это очень серьезно. Только мы говорили с вами совсем недавно про эмоции. О том, насколько уравновешенная команда, мастеров много. Серьезного уровня. И вот так вот Кудашов... Сейчас мы дождемся, узнаем... А вот... Обратили внимание. Все-таки меня такой, как у Хахачев, там Кудашов ударил, там очень крепко. Нет, это все понятно. Другое дело, что перчатки сбрасывать нельзя. Это 10 минут. Вот в чем вопрос. То, что... Матч. Обоюдное удаление. Обоюдное. А10. Ну, по всей, по всей, по всей вероятности... Да, Мирнов вот садится на скамейку. Это, видимо... Кудашов 14 минут получил. Ну, вот практически полпериода. Как раз до конца периода не будет Кудашова. Да, потерять такого мастера, как Кудашов, достаточно серьезно. Я еще раз напоминаю про наш опрос. У нас пока счет ничейный 2-2. Но, знаете, сейчас у динамовцев вот последние, по крайней мере, несколько минут было очень серьезное преимущество. Игровое. Много бросали по воротам, в том числе и численные. Но сейчас после этой... Интересная ситуация. Динамовцы играют четвером. Жердев. Жердев сам... Нет, сделал передачу. Сейчас, опять же, так... Была возможность для броска у Жердева, да? Мы говорили о том, что... Точнее, его часто упрекают, потому что он заигрывается. И мог сейчас бросить повороты, но, тем не менее, сделал передачу. Я хочу вернуться к предыдущему эпизоду. Какая-то странная ситуация сложилась. В общем-то, Мухачев спровоцировал конфликт. Получилось так, что динамовцы играют в меньшинстве. Я ни в коей мере не хочу сказать, что судья ошибся. Все правильно он сделал. Но вот так сложилось. Армейцы пытаются войти в зону. Сейчас есть возможность. Емилеев очень активен. Наверное, один из лучших в составе армейцев. Все расположились в зоне Спартаковцы. Давайте смотрим. Армейцы. Армейцы, прошу прощения. Можно в Спартаковце тоже расположить. Ну да, я как раз вспомнил про наши опросы, поэтому... Но сейчас в нашем опросе лидируют динамы ЦСКА. У нас у ЦСКА есть возможность увеличить, выйти вперед, забросить третью шайбу. Они играют в большинстве. И у них есть шанс выйти вперед в нашем опросе. Совершенно точно. Видимо, все взаимосвязано. Если забьют, то вперед в опросе выйдут. Ну, конечно, да. Потому что сразу же болельщики поддержат своих... Такой почин своей команды. Давайте посмотрим, как будут развиваться сейчас события. Армейцы вперед. Сейчас прямо там такая... Не борьба, битва. А сейчас будет, наверняка, будет издали бросок по ротам. Нет. Не стал Семин бросать. Передачи расположились. Там такая борьба идет на пятачке. Осипов там бился. Его так благополучно на лед положили. Но все без нарушения правил. В средней зоне. Там Салават Юлаев мечил 3-2. Впереди Салават Юлаев. Идет третий период в этом матче. А у нас пока счет ничейный. 16-я минута второго периода. И по одно время у Динамо было преимущество. Но не сейчас. Они отбивались четвером. Вот сейчас может получиться опасный момент. Нет. Как-то все. Горбунов сейчас с неудобной руки бросил. Вот если бы он бросил низом, то было бы значительно опаснее. Потому что там игрок армейцев был на пятачке. А так Еремеев легко поймал эту шайбу. Остановка игры в брасывание. Нам показывают еще раз этот момент. Прошел Горбунов. Бросок, да. И вот мы видим, там Пронин стоял. Это человек, который может на пятачке побороться. Четко в ловушку вратарь забрал шайбу. Виктор Васильевич Тихонов. Такой сложный сегодня матч. И дает какую-то установку своим игрокам, как действовать дальше, как действовать в следующих сменах. Пока равная игра. Было небольшое преимущество у Динамо, но она очень быстро испарилась. Здесь армейцы все время. Сейчас атакуют очень много. Бросали по воротам. Просто поддать кому-то сейчас предпочтение из команд вряд ли можно. Разин попытался войти в зону. У него это получилось. Но шайбу потерял. Да, он так вошел, да без шайбы. Шайбу бросили. Нельзя в зону сходить. О, Вечкин ошибся. Горбунов. Какой бросок. Шайба подскочила, по-моему, перед Виталием Еремеевым. Очень сложная шайба была, он ее отбил. Это уже второй момент у Горбунова. О, Вечкин второй раз теряет шайбу. На синей линии это очень опасно. Кронин с шайбой вошел в зону. Сейчас как на качелях идет игра. То преимущество было у Динамо. Да, это удаление, конечно. Это удаление, вне всяких сомнений. Толчок соперника клюшкой. И напрасно Хамитский оспаривает это решение. Очень четко Семенов зафиксировал удаление. Преимущество численное у Динамовцев сейчас будет. Такое ощущение, что в первом периоде не поняли все-таки игроки. Нет, я хочу сказать, это оправданное удаление. Потому что иначе игрок Динамо обыгрывал Хамитского. Ему не оставалось ничего делать. Как раз вот такие удаления, это нормально, я считаю. Делать уже нечего, иначе один на один вышел бы. К воротам не вышел. Да. Ну, посмотрим, смогут ли Динамовцы еще раз реализовать лишнего. Правда, Кудашов сейчас на скамейке Штрафников. Тот человек, который забивал в большинстве. Да, опытный игрок. И вообще оба гола Динамовцев связаны с Кудашовым непосредственно. Выходил один на один, на нем как раз вышли правила. Поэтому вроде как бы сегодня и больше не кому забивать, да? Ну, посмотрим. Ну, как, вот еще Симак, который как раз этот... Не, ну Кудашов-то должен участвовать, иначе как? Двух шайбок он участвовал? Ну, давайте посмотрим. Сразу спокойно расположились сейчас в зоне. До броска поворотов дел не дошло. Рашидкевич мог бросить, но шайба до него не дошла. Дребей все-таки длинные передачи делает. Ну, смена состава сразу. Вот, давайте сейчас посмотрим. Знаете, вот у Старостенко уже было несколько хороших моментов. Ну, сейчас я бы не сказал, что стопроцентный, но, в общем-то, достаточно опасный. Достаточно часто забывают про него защитники ЦСКА. Да, я хочу еще раз напомнить вам про наш опрос. Вопрос звучит так. Хоккеисты какой из московских команд показывают самую зрелищную, эмоциональную игру? Динамо, ЦСКА, Крылья Советов или Спартака? Да, позвоните. А у нас счет в матче ЦСКА Динамо ничейный 2-2. Мало того, я смотрю, Кудашов на площадке, то есть он 10 минут, значит, не получил. Ну, непонятно. Тогда непонятно. Ну, по арбитру, по-видимому, снизу было вине в этой ситуации. Сейчас был бросок поворотом Динамо. Кудашов шайбу подхватил. Входит в зону на Разино. И там Старостенко опять, знаете, так ближе к пятачку. Несколько раз он уже очень опасно бросал. Трощинский. На Разино. Нет, перехватили шайбу Арметь. Слишком долго думали сейчас Динамовцы в этой ситуации. Но хотелось доверного, видимо, разыграть. 19-я минута идет второго периода сейчас. Счет ничейный 2-2. И велико напряжение в сегодняшнем матче. Много удалений, много опасных моментов. Порой чудеса случались и у тех, и у других ворот. Так что пока и счет равный, игра равный и по везению, наверное, поровну. Да. И период второй подходит к концу. Может быть, у динамовцев сейчас есть возможность выйти вперед в конце второго периода. Вошли они в зону, но пока реальных угроз нет воротам. Нет, сейчас осталось шайбу. Удаление Бабенко. За атаку игроками, владеющего шайбой? Да, совершенно верно. Это еще одно удаление. Да, во втором периоде не меньше удаления, чем в первом. Давайте посмотрим. Смотрим. До конца второго периода в меньшинстве будут играть динамовцы. Посмотрим, как лишнего пытаются сейчас разыграть армейца в средней зоне вбрасывания. Слушай, вперед. Так немножко не спеша действуют. Пытались динамовцы прессинговать, но отлетелись в итоге. Так может... Ох, как перехватили шайбу сейчас. Такие два подарка сделали сначала армейцы динамовцам, потом динамовцы армейцам. Друг другу. Да. Меньше минуты, 45 секунд играть во втором периоде командам. И такое ощущение, что... Если динамовцам-то можно не спешить, но это совершенно понятно. У них на одного игрока меньше, им как раз и нужно не спешить, подержать шайбу. И вот так вот ее из своей зоны подальше. Армейцам надо что-то предпринимать, какие-то попытки. По крайней мере, расположиться почти минуту. 50 секунд сыграли. Они в большинстве и пока ничего серьезного. 50 секунд до конца периода. Вот он. Динамовский опыт. Вот сейчас давайте посмотрим. Нет, не дошла шайба до Драбунова. Ну что, период закончился. Да, все, период завершен. Но, надо сказать, абсолютно равная игра. Счет на табло. Ну, буквально секунда остается... Нет, секунды остаются до начала третьего периода. Основная борьба впереди. Счет ничейный 2-2. И на кону стоит достаточно много. Очки нужны и тем, и другим. Армейцам нужно выигрывать. Армейцы стремятся в восьмерку. Армейцы стремятся в плей-офф. Ну, динамовцы по определению должны быть в плей-офф. Команда мастеровитая. Команда с приставкой супер. Ну вот, матч начался. Выиграли в выбрасывании сейчас армейцы. Если говорить о двух периодах, то игра абсолютно была равной. Преимущества не было ни у кого. Давайте посмотрим, как там в третьем периоде сейчас ситуация. У Динамо... Журик владелец шайбы сейчас в средней зоне. Армейцы начинают атаку. Но стоит сказать, что у Динамо на одного игрока меньше. Да. Ну, сейчас вот армейцы, видимо, войдут в зону. Бросок. И все, именно, конечно, очень хороший бросок. Но вот открыто перед воротами никого нет. Никто не мешает. Еремеев, конечно, отбил эту шайбу. Что, собственно, и должен был сделать. Быстро, быстро опять все начинается в третьей двадцати минутке. Так же, как в первой. Как будто не было вот этих двух периодов очень сложных. Они действительно были очень сложными. Скорости были высокие. Было много силовой борьбы. Было много удалений. Динамовцы атакуют в меньшинстве. Нет, там прокатился Савченков так на пятак. Но передачу ему никто не сделал. И смена составов сейчас. Все, в равных составах играют команды. Динамовцы. Динамовцы в атаке. Степанов прошел, попытается, точнее, пройти за воротами. Еще один бросок в исполнении Воробьева. Шайба из зоны вышла. Но вот там мы уже видели сегодня несколько таких достаточно серьезных. Ну, не очень серьезных. Но, тем не менее, спички сегодня были. А напряжение в сегодняшнем матче достаточно высокое. Армейцы шайбу ЦСКА. Полушен шайба в своей зоне. Начинает атаку. Динамовцы все откатились уже. Ах, какая ошибка. И сейчас разен даже в этой ситуации, когда его так атаковали, попытался сделать передачу. Вот тут, ну, на этот раз и не получилось точно выложить на крюк кому-то из партнеров. Шайба, ну, так, несколько мы взаимно пошили. А вот на пятачке-то как раз никого не оказалось. Аншаков прошел, сделал передачу на пятак, а там не поддержали его партнеров. Еще выбросал, но угол был очень острый. Брасывание в зоне Динамо. Третья минута третьего периода. Высокие достаточно скорости, частые смены состава, как во втором, так и в третьем. Да, Леонид? Да, команда поддерживает высокий темп, но слишком много игр в средней зоне, мне кажется. Вот сейчас Старостенко с шайбой по изгону. Там подошел к пятаку ближе. Остались, осталась шайба у Динамо. Вот на этот раз в Салфинске шайбу отбил, и армейцы все начинают сначала. Вот так вот издали. Гурень шайбу бросил, там в борьбу у кого останется. Нет, опять выбросили. Ну, вот так вот выбрасывают шайбу, пытаются идти и другие действовать надежно. Мне остается еще раз напомнить вам про наш интерактивный опрос. Хоккеисты какой из московских команд показывают самую зрелищную игру? Динамо, ЦСКА, Крылья Советов или Спартака? Ну, вот, видимо, после того, как я активно призывал голосовать армейцев, армейцы, болельщики ЦСКА активизировались. Теперь они впереди. Но теперь стоит сказать динамовцам. Ребята, наверное, нужно сейчас подравняться. Здесь сейчас счет ничейный 2-2 в нашем матче. И не забывайте про Крылья и Прокрылья Советов и Спартак, потому что поклонников у этих команд достаточно. Спартак, например, набрал больше 6 тысяч. Я думаю, что поклонников Спартака гораздо больше, нежели те, кто нам позвонил. Так что давайте, у вас еще есть время, так же, как у команд, выйти вперед. Ну, может быть, достать, по крайней мере, поклонников Динамо и ЦСКА. Да, у нас матч продолжается. Были сейчас, было выбрасывание в зоне Динамо. Над динамовцами выбрасывание выиграли. Там такая идет борьба. Осипов там боролся, попытался шайбу отобрать. Нет, все, ну, в средней зоне. Леонид, вы говорили о том, что в средней зоне много достаточно игры. На ваш взгляд, почему это происходит? Не дают друг другу играть команду? Да, потому что очень внимательно в обороне действует как одна, так и другая команда. Очень сложно войти в зону. Вот сейчас мы смотрим, динамовцам это удалось. Симак, ну, вот вяжут хоккеистов. И видите, ситуации все 2 в 2, 3 против трех. Нет преимущества атакующих над обороняющимися, потому что очень аккуратно играют в обороне. Ничего лишнего себе не позволяют. Ну, счет, собственно говоря, 2-2. Счет ничейный, да и очки нужны в этой ситуации. Тут каждая потеря может в итоге больно ударить по клубу. Тем более армейцы такую задачу перед собой поставили. Динамовцы такие, такой клуб мастеровитый, в плей-офф. Играть, по крайней мере, обязан, что, наверное, такая задача и стоит перед Беллидином и его парнями. Но сейчас пока все эти и другие действуют достаточно внимательно. Ну, что касается очков, они вообще всем нужны, будем так говорить. Потому что, какие бы задачи команда не решала, в любом случае, для решения этих задач нужны очки. Так что здесь ничего нового мы не скажем, а в раз они в зоне ЦСКА. Пятая минута третьего периода. Чего греха таить. Больше болеем за московские команды. Как жители этого города. Ну, вот сейчас, ох, сейчас как Овечкин бросал поворотом. Опять с левого фланга. Насочной острый, по-моему, там был угол. Все в порядке. Опять в борьбу. Ну, вот, знаете, такое ощущение, что вот чуть побыстрее действуют сейчас армейцы. Но динамовцы действуют внимательно. Вот, Овечкин шайбу перехватил. Попытался сыграть сам. Шайбу у него отобрали. Карцев попытался бросить издали после того, как в Овечкин отобрали шайбу. Много сейчас борьбы, но вот до действительно опасных моментов дело не доходит. А нам вот подсказывало, что Северсталь повела в матче с Локомотивом. 1-0. Шайбу забросил Колюжный. На первой минуте матча. На первой минуте матча. Вот такое вот там лихое начало в этой встрече. А у нас здесь идет шестая минута встречи. И вся борьба еще впереди. Ничейный счет 2-2. Очень внимательно действуют армейцы. Очень внимательно действуют динамовцы. И пока никто не ошибается. Так все достаточно бессерьезных, по крайней мере, ошибок. В своей зоне действуют и те, и другие. Так свои эмоции армейцы прибили достаточно. Видимо установка-то была вначале именно такая. Вот мы говорим, проводим опрос по поводу эмоциональности. Но сегодня армейцы не так эмоционально, как обычно. Действуют четко. Видимо, так игра складывается. Я думаю, если бы, скажем, они проигрывали там 2-3 шайбы, они бы играли эмоционально. Но так как счет 2-2, поэтому они и играют слишком прагматично. Проброс шайбы. Вбрасывание в зоне динамо. Смена составов у динамовцев. Армейцы оставляют, по-моему, свою пятерку. И у нас вот есть информация, да, Владимир, относительно закончившихся матчей. Я думаю, что редактор трансляции информацию мне повторит сейчас. И я ее вам скажу. Сейчас сбрасывание у нас идет в зоне динамо. Итак, армейцы владеют шайбой за воротами, за своими. Пас под красную линию. Серия взаимных ошибок. Семин с шайбой. Ну, вот Молот выиграл у Амура. Мне подсказывают 1-0. А Салават Юлаев выиграл у Мечила со счетом 3-2. Ну, там тоже такие, видимо, были упорные матчи. С разницей в одну шайбу победили команды. Без увертаймов обошлось и там, и там. А вот посмотрим у нас здесь. Все дело будет у вертаймов или нет? Сейчас будет удаление. Салфицкий покинул ворота. Армейцы владеют шайбой. Судья держит руку поднятой. И будет удаление в составе динамовцев. Пошли в зону. Пошли в зону. Полушен шайбой. По борту входит. Смотрите, как здорово. Ах, сейчас какая. Ска крылья Советов. 4-1. Выиграл клуб из Санкт-Петербурга. И этот матч завершился. Вот еще один такой результат. Ну, вот у нас наконец-то игру остановили. Рука арбитра была поднята. Такое впечатление, что армейцы на удержании играли. Они так особо атаковать-то не пытались. Итак, удаление у динамовцев. Интересные результаты. По-моему, Амур проиграл пятую игру подряд. Если не шестую. Еще раз напоминаю про наш опрос. Хоккеисты какой из московских команд показывают самую зрелищную эмоциональную игру? Динамо, ЦСКА, крылья Советов или Спартака? Ну, просто ноздря в ноздрю. Динамовцы с армейцами бьются. Ничейный, можно сказать, сейчас результат. Так же, как в сегодняшнем матче. Тут 2-2. И посмотрим, дойдет ли дело у нас до овертайма. Ну, еще времени есть? Времени еще предостаточно. Заканчивается восьмая минута третьего периода. Вот динамовцы его сейчас убивают. Это время. Играя в меньшинстве. И никак армейцы у них шайбу отнять не могут. Ну, вот сейчас Скопинцев выбросил шайбу. Крамской. Проброс, видимо. Ну, динамовские игроки все-таки опытнее, чем армейские. Ну, Крамской, я скажу, наверное, опытнее всех вообще игроков вместе взятых. Здесь, может быть, Бякин только опытнее его. Так, в свое время он поиграл и в московском Динамо. И был, по-моему, чемпионом Советского Союза еще. Итак, проброс. Брасвини в зоне ЦСКА. ЦСКА играет в большинстве. 30 секунд динамовцы отстояли. Ну, вот, может быть, сейчас. Дрозецкий шайбой. Ну, опять же, два против двух. Это нехорошая скорость. Ну, попытался один в один. Обыграть ничего не получилось. Ну, здесь так. Набрал хорошую скорость. Практически от своей зоны. Попытался войти, но не получилось. Вот сейчас чувствуем, как эмоции потихонечку у ЦСКА начинают. Пытаются провести они быструю результативную атаку. Посмотрим, получится, нет. Никак в зону войти не мог. Даже в зону войти не заехал. Сейчас шайбу-то вбросили, но я думаю, сейчас Ждан ее обратно выбросит. Так и есть. Причем не просто выбросил, а еще и Карцева она попала. Ну, армейцы. Посмотрим. Нельзя сказать, что они очень хотят вот в большинстве сейчас как-то активизировать игру. С оглядкой на свои ворота играют. В зону, правда, вошли. Но посмотрим, может быть, сейчас Дрозецкий передача защитнику. Вот Журик. Так, ну вот там на пятаке уже кто-то стоит из армейцев. Можно бросить, наверное. Да, бросок. А вот как раз здесь-то и никого не оказалось. Как раз когда бросали, народ разбежался. Народ разбежался. Да, в самый момент броска. Да. Ну, правильно. Там бьют. Там бьют на пятаке, поэтому стоять там не очень комфортно. Ну, достаточно много борьбы сейчас у бортиков. И там, и здесь. Слишком велика цена сегодня этой победы. Принципиальный матч. Здесь вроде как выигрывать нужно и тем, и другим счет ничей. Наверное, поэтому с оглядкой, какой сейчас был бросок, да, в исполнении Дмитрия Старостенко. Старостенко опять мы... Уж он может забросить, часто его достаточно забывали. Да, и вот сейчас команда играет в полных составах. Динамовцы. Пять человек их уже на льду. И в бросовании зоне ЦСКА. Старостенко очень активен сегодня, много бросков сделал поворотом. Тоже можно самое сказать о Кудашове. Кудашов вообще всегда активен, по-моему. И сегодня в частности. Армейцы пытаются вывести шайбу из своей зоны. Это им, в общем-то, удается. Но все равно шайбы динамовцы. Динамовцы контролируют шайбу. Хорошая сейчас передача была разнена, только немножко неточная он дал. Если бы он дал в клюшку... Коньки, что называется. Да, он дал в коньки. Если бы он дал в клюшку, я думаю, Старостенко мог бы убежать. Тем более с его катанием. Для него проблем бы не составляло. Вот опять армейцы шайбой завладели. Но вот так какой-то промежуток времени практически без ворот сейчас идет. Осторожничают. Как же осторожничают. И динамовцы, и армейцы сейчас ничей. 2-2. 11-я минута идет третьего периода. Все так аккуратно. Вот так пилигранно. Но вот так издали. И сразу домой. И сразу вернут. Шайба сейчас осталась. В зоне нет. Выбросили ее динамовцы. И так не спеша попытались войти в зону. Старостенко опять попытался. Там до него опять шайба не дошла. Крамской. Не проходит передача. Тут такая вязкая игра в средней зоне. Ни те, ни другие. Имею ввиду ни динамовцы, ни армейцы. Не могут сделать точную передачу. Может так статься, что до первой ошибки. Кто первый ошибется, кто-то проиграет в сегодняшнем матче. А так вроде результат ничейный. Вот сейчас атака. Близко не подходят. Пиздали, бросают. На этот раз до стычки дел не дошло. За это сегодня уже удаление было. Кудашов там посидел. На скамейке штрафничков. Очередная остановка игры. Зоне армейцев вбрасывание. Посмотрим повтор. Терещенко бросал, да? Александр Терещенко забрали. Хотелось бы поточнее, конечно. Ну, издали бросков много. Сможется сейчас там. Уже борьба такая идет. Симак. Все в средней зоне происходит. Может быть, ворота сюда перевести? Ну, вы знаете, до первой ошибки идет. Поэтому так в средней зоне. Поэтому так все. 2-2 это все-таки 2-2. 2-2 это очки. А ошибка, которая приведет к тому, что команду пропустят шайбу, и все. Поэтому так аккуратно. Поэтому все так осторожно. Ну, каков накал страстей в сегодняшнем матче. Напоминаю еще раз про наш опрос. О котором мы проводим сегодня в прямом эфире. Хоккеисты какой из московских команд показывают самую зрелищную эмоциональную игру? Вы знаете, у нас Динамо, ЦСКА, Крылья Советов или Спартака. У нас ничья. Динамо и ЦСКА бьются, идут ноздря в ноздрю. А вот болельщики Спартака и Крылья Советов не так активны. Неужели игра Спартака нравится меньшему количеству болельщиков, нежели игра ЦСКА? Ну да, Спартак не лучший сезон проводит. Но тем не менее, я все-таки думал, что у Спартака побольше поклонников. Нет, просто все поклонники Спартака уже в поклонниках. Там игра полчаса назад началась с казанским Акбарсом. Спартак играет. Поэтому они все там. Итак, Динамовцы в зоне армейцев. Ну, Салфицкий накрывает шайбу, очередной раз останавливает игру. 13-е минуты третьего периода. Опять смена. Ну, сейчас, да, так, наконец, одна из немногих атак наконец-то была. Но дело в том, что до броска-то опять дело не дошло. Я вот наблюдаю уже который раз, Николай Жердев выходит против Овечкина и Мирнова. Ну, их звенья как-то совпадают. То есть молодые игроки играют друг против друга. Очень много в прессе было сказано сравнений Овечкина и Жердева. Вот сейчас можно воочию наблюдать. И кому, кто больше нравится, пожалуйста, посмотрите. Динамовцы контролируют шайбу. В сегодняшнем матче первые скрипки все-таки более, скажем так, Динамы, по крайней мере, более опытные. Ну, вот сейчас на Жердеве спалили Динамовцы. Подножка. Карцев удаляется. Две минуты. Две минуты. За подножку получил. Денис Карцев и у ЦСКА есть возможность. Такое, вы знаете, остается 7 минут играть. И сейчас в меньшинстве сложно. Хотя опытная, конечно, команда Динамов. Но одного игрока меньше сложно. Тем более такой момент сложный. Счет ничейный. Давайте посмотрим. А вот Карцев просит, чтобы ему клюшку привезли. А Динамовцы никак не могут выбрать. Найти клюшку Карцева никак не могут на скамейке. Но вот сейчас Сергей Шелянин клюшку отвезет. Таково правило. Игрок удаленный не имеет права подлежать к своей скамейке. Для того, чтобы получить клюшку, он должен ее получить уже на скамейке штрафников. Армейцы встанут в зоне, нет? Сиомин по борту пробрасывает. Видимо, на свое же место. А его здесь нет. Потому что он был за воротами. Нет, Динамовцы не смогли шайбу выбрать. А вот сейчас, наверное, опять шайба не ушла. Такая серия взаимных подарков. Осталась шайба. Да, если бы... Шайбик очень неплох. Удаление, да? Если бы Дан Шакова сейчас шайба дошла, да, недолго. Недолго поиграли. Удаление. Имели численное преимущество армейцы. И сейчас в равных составах будут играть команда. Ну, 4 на 4. Очередное удаление. Опять в третьем тоже удаление. Напряжение чувствуете? А что у нас там с нашим опросом? Вопрос сегодня у нас звучит так. Какие из-то какой из московских команд показывают самую зрелищную, эмоциональную игру? По-прежнему, можно сказать, ничья. Чуть побольше поклонников ЦСКА. Но я думаю, что это ненадолго. Посмотрите, абсолютно равная борьба сейчас у болельщиков, поклонников игры Динамо и игры ЦСКА. У нас абсолютно равная игра на площадке, также ничейный счет. Вот, вы знаете, сегодня победа будет стоить дорогого. В таком напряженном матче в равных составах 4 на 4 сейчас играют команды. Вот я смотрю, сейчас, да, играют 4 на 4, но у меня такое впечатление, что все-таки динамовцы более активны. Армейцы как-то больше играют в обороне. Несмотря на то, что вот внешне это не очень заметно, но как-то вот динамовцы, по-моему, поактивнее в зоне соперников. Посмотрим, что сейчас у них получится. Разин пытался войти в зону, ничего не получилось. Индивидуально, мне кажется, сейчас пройти среднюю зону практически невозможно. Очень большое количество игроков. Здесь можно только выбрасывать шайбу в зону. Хотя динамовцы играют в большинстве, может быть... Вот бросок очень сильный был. Кудашов бросал, по-моему, да. В равных составах команды и Дроздевский делал передачу. Нет, все в борьбу, все в борьбу, потому что... А, да, 4 на 4 же играют? Да, 4 на 4, все осторожно. Шайбу динамовцы выбросили из зоны и опять сразу все вернулись. Да, вот если бы сейчас... Сейчас могла шайба отскочить в ворота. Если бы до Ореховского шайба дошла, там тоже было бы. Мало бы не показалось. Душа на Салфицке. Ну, Северсталь-Локомотив. В этом матче счет стал 2-0. Вот там вот так вот развиваются события. Локомотив у нас что-то... Игра за 6 очков. Да уж, это серия действительно. Игра за 6 очков. Но в нашем напряженном матче тут тоже, мне кажется, боль. Такое ощущение, что больше трех стоит на кону. Выступать не хотят ни те, ни другие. Ни Динамо, ни ЦСКА. Но для армейцев... Вы знаете, после... Помните, как сыграли с динамовцами в первом круге? 0-4. Армейцы проиграли. Там, что называется, без шансов. Хотя боролись, пытались. А вот здесь сейчас с такой мастеровитой командой, как Динамо. С такими игроками. Там... Разен, Гольц, Семак, там, что ни имя, то звезда. И вот молодая команда играет так прилично в ничью. Динамовцы играют уже в полном составе. И как раз атака. 4 против 2. Ну, там Семак. Шайба до Семака не дошла. Мухачев перехватил шайбу. И немножко разрядил обстановку. Еще раз напоминаю про наш опрос. Хоккеисты какой из московских команд показывают самую зрелищную, эмоциональную игру в этом сезоне? Динамо, ЦСКА, Крылья Советов или Спартак. По-прежнему ничья у нас между болельщиками Динамо и ЦСКА. И ничья здесь в матче. ЦСКА-Динамо на одного игрока больше. Еще целых 12 секунд будут иметь динамовцы. Но вот так пытаются они сейчас это преимущество реализовать. Ну, очень внимательно ушла шайба. Прыгала, прыгала. Прыгала и выскочила все-таки за синюю линию. Тем не менее, уже меньше 5 минут до конца третьего периода. 4 с половиной, время тает, а пока и те и другие, и ЦСКА, и Динамо в обороне очень внимательно. Чуть поактивнее динамовцы сейчас, на ваш взгляд, как, да? Да, они вообще поактивнее. Как-то армейцы больше пытаются на контратаках, а динамовцы все-таки пытаются взломать оборону ЦСКА. Пока не очень им удается. Ну, посмотрим, может быть, сейчас. Бабенко издали бросал. Сейчас опять все в атаке, в атаке Динамо. Там до пятачка шайба не дошла. Борьба сейчас идет, да. Такой отрезок динамовцы сейчас проводят. Хороший. Ну, уже, знаете, такое ощущение, что включила мастера юзная команда. Так же пятую передачу. Уже что делать? Надо забивать. Времени остается все меньше и меньше. В общем-то, для армейцев с такой командой, как Динамо, сыграть в ничью от динамовцам. Ну, давайте не будем забегать вперед. Пока счет ничейный, но времени для того, чтобы забросить одну, а то и две шайбы еще вполне. Вполне достаточно. Много остановок. Вбрасывание в зоне Динамо. Посмотрим, может быть, сюда, если оттого выиграли Горбуново вбрасывание сейчас. Да, выигрывает. Выиграли вбрасывание в первый раз. Вбрасывают и выбрасывают. Вбрасывают и выбрасывают. Ну, по крайней мере, ездили бросают поворотом. Да. Ну, ездили. Близко никто не подпускает. Близко просто не дают. В основном в средней зоне. Может быть, сейчас. Ой, да пятачок была какая передача. Да, вы знаете, Полушин сейчас бросал поворотом. Динамо. Вот сейчас как-то активизировались армейцы. Нет, удаления не будет. Да, этот отрезок, который армейцы провели очень активно. Сейчас, видимо, проброс будет. Меньше трех минут еще играть. Ну, так пока все корректно. Тем не менее, нервы чувствуются, как напряжены. Игроки, на мой взгляд, чуть больше нервничают. Армейцы так. Хотя и действуют сейчас побыстрее. Меньше трех минут играть в третьем периоде. Но не в матче. Впереди может вполне. Может быть, овертайм. Ну, абсолютно равная. Абсолютно равная игра в этом матче. И счет по делу. И, знаете, будет обидно, наверное, сейчас. Мне будет обидно, если кто-то выиграет. Потому что, ну, просто абсолютно равная игра. И кто сейчас ошибется? Практически безупречно действуют в обороне сейчас армейцы. Очень внимательно, по крайней мере. Даже в среднюю зону не дает динамовцам проходить. То же самое мы видим. И у Динамо. Опять Южбеля. В какой момент Бабенко с неудобной руки бросал. Не получился бросок. Там Степланово. Салкинский был на льду. Мог сейчас забросить. Жердев выбрасывает шайбу в среднюю зону. Разрядил обстановку. Опять шайба в зоне УЦСК. Ненадолго. Жердева сбивают. Я бы сказал, Жердев падает. Жердев падает. Да. Тут уже нервы на пределе. Меньше двух минут играть до конца третьего периода. Я уже не говорю до слова до конца матча. Потому что не исключено, что в сегодняшнем матче будет овертайм. Колено. Игрок Динамо травмирован. Кто там лежит? Степанов? Старостенко, по-моему. Старостенко? Опять? Нет, это Терещенко. Терещенко. По-моему, в колено ему попали. Еще раз напоминаю про наш опрос. Хоккеисты какой из московских команд показывают самую зрелищную эмоциональную игру? Динамо, ЦСКА, Крылья Советов или Спартака? А у нас впереди опять поклонники клуба «Динамо». У нас здесь небольшая пауза. Показывают. Да, в нашем опросе армейцы вполне могут догнать сейчас динамовских поклонников. Разрыв-то небольшой. Просто нужно немножко сейчас активизироваться. Ну, посмотрите, динамовцы как активны. Больше, чем на 200. Серьезно достаточно, в общем, оторвались. Более, чем на 300 практически голосов. Так что теперь армейцам нужно приложить все силы для того, чтобы выиграть этот спор. Раз уж вот так вот у нас такая пошла. Пошел здесь такой спор между поклонниками «Динамо» и ЦСКА. Ну, будем надеяться, все обошлось в этой ситуации. Серьезную травму Терещенко не получил. Продолжается игра. Много остановок. Нужно тут минуту 22 секунды играть в третьем периоде. Проброс сейчас сделали армейцы и бросали не будет в их зоне. Здесь ошибка смерти подобна. Давайте посмотрим. Тут уже каждая секунда все может решить. На пятачок. Вот бросок скорее, я даже не знаю уж. Бросок поворотом был. Стопинцев владеет шайбой. Перепасник Кулиным. И Савченко просто в зону ее бросает. Ну, рисковать не хотят, конечно, ни те, ни другие. И видно, что так... У Семен хорошую очень передачу с неудобной руки сделал, но дальше продолжения не было. Дроздецкий уже прошла шайба. Дроздецкий как-то не так заметил сегодня. Осипов. Ну, вот как раз Дроздецкий бросал сейчас поворотом. Да, но кистевой бросок с синей линией, это так. Так скорее на удачу. Бывает, конечно, что и пропускают такие, но... Нет, все четко, все надежно. 37 секунд остается играть в третьем периоде. Ой, как напряжение очень серьезное в этом матче. Игра абсолютно равная. Кто выиграет здесь, может быть, будет ничья, но не исключено, что будет овертайм. Разин бросил поворотом, так остановился, посмотрел. Динамовцы в атаке. Есть возможность бросить. Что, в общем, и было сделано. Ах, какой сейчас был бросок. Да, вы знаете... Я думаю, если бы сейчас Кудашов забил бы, то Полушину, наверное, пришлось бы выслушать много хорошего от тренеров и от партнеров. Ну, меньше 10 секунд сейчас остается играть. В третьем периоде матча ЦСКА Динамо. Счет ничейный 2-2. Все. Третий период завершенный. Мы увидимся с вами здесь после рекламы. Из матча ЦСКА Динамо, где идет овертайм. Сразу скажу, что мы покажем вам этот матч до конца, чтобы здесь не произошло. В любом случае вы увидите развязку этого напряженнейшего матча. Счет ничейный 2-2. И сейчас все может решиться в овертайме. Овертайме. Напоминаю еще раз про наш опрос. Хоккеисты какой из московских команд показывают самую зрелищную, эмоциональную игру в нынешнем сезоне? Динамо, ЦСКА, крылья Советов и Спартака. Я вижу, что армейцы вырвались вперед. У вас, динамовцы, есть еще целый овертайм для того, чтобы догнать армейцев и победить в этом опросе. Здесь пока можно сказать, что ничья так же, как здесь на площадке. И я вам могу сказать, что результат матча Спартак-Акбарс. Этот матч еще не завершен. Но впереди Спартак 1-0. У нас пока 1-0. У нас счет ничейный. И смотрите, как весело пошла игра в овертайме. Динамовцы атакуют. Бросок поворотом сейчас. Сразу видно, да, овертайм. Ну, здесь уже можно рисковать. Тем более, команды решают разные задачи. И, мне кажется, если кто-то овертайме проиграет, то больших проблем не будет. Потому что достаточно далеко. Динамовцы от армейцев в турнирной таблице. И поэтому можно рисковать как тем, так и другим. Ну, могу сказать, армейцы, конечно, провели матч очень здорово. В любом случае, против такой команды, как Динамо, так сыграть, да? Ну, армейцы сейчас сами неплохо играют. Последних матчах они и Череповец обыграли, которые претендуют вообще на первое место сейчас. Поэтому здесь ничего удивительного я не вижу. Другое дело, что вот посмотрим, чем закончится игра сегодня. Ка-2-2. Динамовцы поактивнее немножко в овертайме. Динамовцы поактивнее вообще всю игру, в принципе. Особенно третья двадцатиминутка сейчас, конечно. Да, армейцы больше играют на контратаках. Не будет сейчас проброс зафиксирован. Игра продолжается. Смену сделали армейцы и Динамовцы. Я смотрю, уже поменяли состав. Ну, разен. Сам пошел по ротам, будет делать передачу или бросать. Остановился, но с крюка у него шайбу сняли. Вот армейцы вперед, как на качелях теперь. Игра быстро все. Вот еще один бросок, да, мы видели в исполнении Полушина. С острого угла он бросал. Смена составов у армейцев там. Жердев появился на площадке. Была атака сейчас на ворота Душина-Салфицкий. Активно там Кудашов нет. Выбросили армейцы. Там Жердев один пытается. Вот его вот так вот. Ну, в этой ситуации, как можете прокомментировать, Леонид? Я бы прокомментировал таким образом, что проброс нужно было отменить. В связи с тем, что борьба была между Никулиным и Жердевым. А я еще раз напоминаю вам про наш опрос. Хоккеисты какой из московских команд показывают самую зрелищную эмоциональную игру? Динамо, ЦСКА, Кривесоветов и Спартака. Ну, по-прежнему, армейцы впереди. Но я могу сказать, что у нас уже больше 60 тысяч позвонивших. Спасибо за то, что принимаете участие в нашем опросе. Счет здесь у нас в матче ЦСКА Динамо пока ничейный. Динамовцы активнее. Динамовцы атакуют. Динамовцы много бросают. Но пока все это безрезультатно. Почти две с половиной минуты сыграна в овертайме. 2-2 счет по-прежнему. Собственно говоря, если он изменится, то игра закончится. Да, тут уже... А вторая шайба на льду появилась, надо бы игру остановить. Ну, да, так оно и происходит. Двумя шайбами как-то не с руки. И Семиноби забрал. Ему понравилось. Еще одно бросование. Много остановок в овертайме. Ну, скорости-то другие. Тут уже и ситуация немножко другая. Хотя динамовцы четче действуют в этой ситуации. Хотя пока ничего не получается. Но здесь надо отдать обороне. Вот мы говорим о том, что Динамо поактивнее. Это не говорит о том, что они лучше играют сегодня, чем ЦСКА. Просто тактика такая избрана командой. Они пытаются сами навязать сопернику свою волю. А соперник, соответственно, пытается играть на контратаках. В общем-то это нормально. Это не говорит о том, что какая-то команда сильнее, какая-то слабее. Но вот так ошибаться в любом случае. Вот сейчас очень долго шайба была в зоне Динамо. Но здесь же может быть одна контратака, и игра закончится на этом. Поэтому сложно какой-то команде отдать предпочтение. Остановка игры сейчас в бросовании будет в средней зоне. Потому что, несмотря на то, что игра остановилась, основка была в зоне Динамо. На шайбу упал Осипов, группа ЦСКА. И поэтому шайба выносится в среднюю зону. Что там, меньше двух минут до конца? Да, четвертая минута началась. И пока... Пока много борьбы, много атак, но ворота, по крайней мере, сейчас... Да и так же, как и в третьей, в двадцати минутке. Ну, говорили о том, что время есть. Время-то есть, но вот... Ну, пока ничейный счет, два-два. Ну, вот сейчас, может быть. Может быть. В какую сторону вопрос. Горбунов. Да не надо было эту передачу сейчас делать, надо было бросать уже. Савченков. Очень сложная передача Карцева принять было тяжело. В коньке была передача. Хромской по борту пробрасывает своему партнеру. Обратили внимание, высокие скорости. Это уже овертайм. Нет, конечно, в зону входить. Хорошую передачу не было. Сделал. Здесь нам все правильно бросать издали, а потом уже, как говорится, все называется, как карта ляжет. Динамовцы. От своей зоны. Кудашов. Вот, смотрите, я вижу, сейчас может быть драка между Симаком. Да. Ой-ой-ой. Там идет атака. Да. Мы не увидели этого. А здесь... Не, мы увидели, судья не увидел. Судья не увидел. Да, была там такая схватка. В то время, как атака продолжалась. Давайте сейчас посмотрим. Еще одна атака. Сейчас Жердев будет сам бросать. Да, совершенно точно. Бросил поворотом, но створ не попал. Ну что? Сейчас посмотрим, еще 15 секунд есть, может кто-нибудь что-нибудь предпримет. Нет. Хотя, если за 64 минуты ничего не сделали, почему сделает за 15 секунд, да? Ну, вы знаете, такой напряженный матч, я честно могу сказать, что вот симпатизирую очень команде ЦСКА, но в этом матче все. В этом матче абсолютно стопроцентная ничья, как по игре, как по броскам, наверное, так и по заброшенным шайбам. Совершенно хорошая такая ничья. Я думаю, что справедливый итог. Боевая справедливый итог в сегодняшнем матче. Еще раз, давайте посмотрим, как завершается сейчас наш интерактивный опрос. Мы спрашивали сегодня хоккеисты, какой из московских команд показывает самую зрелищную эмоциональную игру в чемпионате. Кто же все-таки у нас победил, Динамо или ЦСКА? Ну, вы знаете, небольшой отрыв сейчас у армейцев, но все-таки можно сказать, что так же у болельщиков, так же, как и у игроков в этом матче все-таки боевая ничья. Спасибо вам, что принимали участие в нашем опросе. Спасибо вам, что смотрели сегодня нашу трансляцию. Ну, что можно сказать, подводя итоги сегодняшнего матча? А у нас готово интервью Игорь Каменский. Спасибо.